сейчас добрый друзья мои итак мы вновь в эфире с вами рустем белялов сейчас данный момент из стамбула и абельбек на римбаев из города героя алматы вау абельбек я уже рад тебя видеть значит спасибо что ты быстро ответил ты молодец что ты в сад раз-два вот давай все пусть тем все период вниз 20 мин давай запишем чем значит без всяких подготовка это всегда класс правильно вот бы туда с тобой и давай поговорим о том какие новости у нас вообще произошли за перед времени да пока мы не вещали ничего не делились никакой информации я был только что в бангкоке и встречался там с ребятами и четыре дня мы провели чудо время это с твоим спонсором галхар кадырова тамбетова и дельбар миссоедово да я видел видео кстати да мы просто молодцы просто молодцы понимаешь на таком полном позитиве энтузиазм такой мощный мы вместе заряженные такие были весь день с утра до вечера я только писал писал за фотографию писал успевал там с лидером ходить быстро 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 со всеми ребятами знакомиться но насколько мне хватило я выкладывал все уставал конечно очень сильно много информации пропускал потому что там на большинство на английском же говорилось понимаешь я чувствовал энергетику вот это когда глаза горят у людей ты когда разговариваешь людьми лидеры мирового уровня которые с которыми я делаю историю это почти круто вот а я же не знал что ты в команде у галхар я там только узнал и он когда разговорились очень молодцы я очень очень близко так познакомились мы стали такими близкими знаешь родными окей хорошо наверно ребят всех интересует что же происходит на рынке сегодня очень много интересного произошло за короткий период времени последняя наша встреча была когда мы говорили о том что создался новый форк bitcoin появился bitcoin кэш и после этого больше мы не выходили практически вдвоем в эфир и за это время очень много было интересных событий на рынке криптовалют и давай поговорим об этом расскажи немного о битбек что происходит с того момента до сегодняшнего что произошло на рынке какие вот волнения какие изменения что ожидает ты как эксперт в этом вопросе я очень внимательно хочу тебя послушать давай хорошо ну сейчас идет большой рост биткойна есть прогнозы что он будет дальше расти но это все не говорит что он как бы криптовалюта номер один номер один это просто говорит что биткойн это просто мейн стрим и также начали заходить большие деньги большие инвесторы на биткойн и скоро можно измерить мейн стрим мейн стрим или как правильно мейн стрим что это значит ну как бы хайп можно сказать то есть самое большое такое новостная сейчас полоса первая полоса это биткойн 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 люди просто не знают другие криптовалюты все знают в основном про биткойн и поэтому все хотят его заполучить да а от этого страдает сама система сама технология сама блокчейн биткойна потому что позавчера там был уже исторический момент в этом в мэмпуле то есть на специальном месте где ммм хранятся неподтвержденные транзакции их уже достигло больше 200 тысяч неподтвержденных транзакций это можно просто сравнить с тем что вы стоите на остановке вы транзакция каждый раз подходит автобус но вам места нету понимаете да и вы постоянно ждете автобус это блок и вы постоянно ждете нового автобуса куда бы влезть то есть этих этих транзакций 220 тысяч было уже где-то вчера позавчера каждым разом она может упасть может обратно подниматься но какова скорость их обслуживания но биткойн может в деньги это примерно 200 тысяч транзакций а обслуживать да и это совершенно не подходит для платежной системы биткойн уже стал как бы как куском золота и люди сейчас хотят труда получить и принципе как мы будем наблюдать рост биткойна и будем наблюдать процент что инвестиции скажем тот же самый индивидуальный майнинг облачный майнинг биткойна до различных алькоинов будут давать доходы людям но люди надо помнить что это долго не продлится это может продлиться там полгода может быть ближайший до октября следующего года также и мы начали страны бороться против биткойна процент и после восемнадцатого октября а после восемнадцатого декабря этого года биткойн переходит в другое путешествие он потому что три больших фондовых бирж выпускает фьючерсы вы про это слышали про биткойн да то есть фондовые биржи одна из них чекавская биржа они выпускают фьючерсы на биткойн это фьючерс это обычно говорят фиксирует прайс говорят вот мы через три месяца мы купим у вас биткойна за такой за такую сумму вот и что это обозначает что в рынок заходит настоящие акулы не те акулы которые сейчас именно работает на биткойн онлайн биржах да манипулирует ценой а заход реальные акулы со столетней истории фондового рынка там есть такие игроки которые будут ставить против биткойна то есть называется шортинг на их нем языке то есть они будут нападение будет работать и то есть что обозначает после 18 декабря начнется рост альткоинов потому что вот эти все мелкие средние трейдеры из биткойна уйдут в альткоины альконе уже начинает подниматься поэтому людям которые также смотрят во всем ван академии у ванкойна она она обозначает что мы всегда должны диверсифицировать заниматься диверсификации никому не не запрещают там вкладывать другую криптовалюту потому что иногда я слышу мне люди говорят ой а чего вы не сказали там что вот биткойн там вырастет туда-сюда я говорю люди мы же никому не запрещаем же вы сами должны знать да там куда было какие яйца ложить поэтому я делюсь сейчас что я вижу и но когда у тебя запустят эти фьючерсы там вообще будет непредсказуемо биткойн может в один день стоит две тысячи на следующий день стоит 20 тысяч и вот так будет прыгать еще больше может такое быть потому что больше прогнозируют поэтому люди могут посмотреть на альткоины какие нибудь если хотите там надо делать дополнительные инвестиции то смотрите на альткоины и старайтесь теперь делать такие выводы что оаоанн если в начале этого года любое проводимое все собирала сотни миллионов долларов спокойно запросто просто на обещание что их и токен или поин будет использоваться приносить громадные колоссальные доходы то теперь уже в люди больше смотрят на как говорится mpv продукта mvp продукта минимум жизнеспособный продукт что дает продукт уже что дает этот токен то есть например если мы берем в нашем примере ванкойн за ванкойн вы уже можете покупать на бил шейкере товары и услуги вот поэтому смотрите всегда на эти на именно то токены что какого какого ее легитимность забуду да как ликвидность ликвидность совершенно верно и вот и а насчет ванкойна все отлично компания все правильно сделала сейчас что происходит в первом квартале 2018 года компания обещала выпустить white paper и уже второй раунд айфер начнется уже начнутся продажи о и все то есть теперь мы что видим до этого была компания ул ванлайф которая продавала обратно продает образовательные пакеты где люди могут воспользоваться бесплатными токенами для майнинга ванкойна теперь кто не хочет эти образовательные пакеты он может напрямую покупать о и все то есть токены ванкойна это что обозначает компания уже начала новый этап своего развития то есть уже идет в инвестиционную деятельность чего не было до этого вот и что теперь мы видим мы видим следующее те люди то есть то общество которое не признавала ванкойн по каким-то различным непонятным надуманным причинам это открытый код там при этом быть на биржах и все остальное в первом квартале февраля первом квартале 2018 года клоуны останутся клоунами вы понимаете о чем я да то есть компания выпустит white paper наконец-то покажет про свою технологию и тогда все убедятся что оказывается вот чем слово потому что сейчас уже все айфио то есть большая часть а начинает уже продлеваться на годы вперед они как когда этого было месяц теперь уже поняли сша недавно неделю назад астане остановила одно айфио который они посчитали нелегитимным они просто взяли остановили его как он начался пару дней сша этот комиссия по ценным бумагам сектор стоп деньги назад инвесторам как китайцы сделали да 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 совершенно верно то есть рынок на самом деле сейчас переживать вторую эпоху как бы новое идет развитие до суда и конечно у компании ванкойн очень большие хорошие шансы стать одним из лидеров именно когда вот именно следующем году когда начнутся продажи компаний компании компродажи токенов и все напрямую вот и октябрь 8 2018 года это не айфио это просто выход на публичный рынок айфио уже началось айфио мы сейчас находимся в первом раунде айфио 17 января начнется второй раунд айфио потом третий четвертый но скорее всего ван форекс который мы ждем он должен открыться по моему личному мнению он должен открыться раньше 8 октября и скорее всего в первую очередь будет а возможно для мерчантов обналичивать своим монеты которые они взяли за товары и услуги проданы свои они будут начали обналичивать это будет правильный ход со стороны компаний потому что 8 октябрю вся вот эта экосистема ванкойна начнет на по-настоящему и уже работать и теперь нужно просто помнить помнить что ванкойн это пока еще проект это пока еще проект который развивался в течение четырех лет последних четырех лет и вот именно на четвертом годе становления компании этот проект начинается уже быть задействованным уже будет вся экосистема потихоньку начинать наращивать и мы там маховик запускается вот и поэтому также вы заметили что он ван академии вот у нас было ван академии файл на эти курсы которые люди могли обучаться теперь появился ван академии форекс не заметили есть курсы 5 5 пакетов 5 5 уровней форекса что это обозначает вам порт скоро не за горами поэтому людям надо конечно пройти эти курсы почитать там все объясняется и в следующем году компания запускает новый модуль именно обучение по криптовалютам понимаете это будет на самом деле процент другой подход к образованию криптовалютам по криптовалюте и это будет все взаимосвязано с финанс форекс и все это остальное вся эта экосистема поэтому на самом деле ник я не вижу начали я я вот я я смотрю комментарии я вижу что люди пишут и все остальное а некоторые пишут ой это оружие не видно ой там новостей нету на новости были рушкам вы же таиланде были новости были но у себя бомбезда люди люди надо понимать ван лайф это не банкой это не целый ванкойн ван лайф это часть всего это экосистемы у ван лайф на самом деле к сожалению некоторые люди лидеры некоторые партнеры компании ван лайф на самом деле принесли урон компании когда они обещали большие доходы неправильно презентовали концепцию компании и все остальное люди которые покупали эти образовательные пакеты с другими намерениями теперь конечно могут там ждать и переживать и все остальное но это просто помнить что первую очередь ван лайф если даже и высшего руководства не видно ван лайфе это не обозначает что там эта вся компания ванкойн вот вы заметили да значит что теперь и а до этого же объясняли говорили что сеть именно компании ванкойн сеть нужно только вначале как бы для популяризации сеть выполнила свое дело благодаря таким людям как вы и рустам алиевич как дмитрий топольницкий и остальные люди которых я знаю и зарубежные теперь что будет ван лайф будет переводить на deal shaker то есть будут даваться какой-то новый план потому что пришел а пришел пришла акула сетевого маркетинга франк рикет которого объявили капитаном то есть помощником себастьяна гринвуда который будет реструктуризировать это у ван лайф структуру и будет ее направлять на deal shaker чтобы партнеры компании могли побольше мерчантов приглашать также мы что увидим мы где-то я где-то января на скорее 17 января мы увидим обновленный deal shaker многие люди да пишут там не нравится им этот deal shaker деревянка суда надо помнить компания сама говорила это бета версия это бета версия тестовая то есть нужно было протестить всю эту платформу потом прочитать все комментарии все советы а потом уже предоставить нормальную платформу потом что будет происходить скорее всего компания сделать так чтобы сейчас очень много где-то порядком 600 новых заявок на deal shaker приходит от мерчантов людей на deal shaker как я понял не так уж много кто их утверждает а вода нанимать больше людей штат сотрудников это не выгодно компании это больше зарплаты поэтому что будет делать они будет скорее всего по каждой стране будет нанимать людей которые локально будет утверждать мерчантов это будет самый есть есть люди с которыми уже разговаривал живет переговоры о том что они готовы помочь компании подвязать системе локальной системе базы данных самых утвержденных уже компании вот и же реестр всех компаний как будто городке примеру город такой такой-то и вот какие-то компании они просто к базе вот для того чтобы пройти верификацию быстро они просто с этой базы будут иметь отношения сразу раз и подтверждение будет даваться и все то есть не нужно сидеть им вручную это все перечитывать да и что будет потом на следующем году мы увидим ван форекс и в следующем году мы увидим около 100 локальных бирж по миру да есть человек который уже готов это дитя он знает как это делается он является как раз экспертом в этом вопросе я уже с ним провел переговоры и мы будем это сейчас кстати компания между прочим ребята чтобы вы знали есть у вас есть идея вы можете и поделиться а компания просмотрит и они говорят я допустим с константином разговаривала с братом родной братом уже игнатовой вот на встрече он говорил давайте потому что было предложение примеру сейчас скажу вот и кашу шарин ну вот моей команде 10 человек которые сегодня в россии вот развивает большого поднимать организацию в моей команде бизнес молодость если вы слышали вот как раз таки он является полководцем 8 городов у него вот и они сделали предложение по управление репутацией компании то есть это первое в мире компания ребята которые готовы очистить саму компанию на это на этапе ее становления даже за эти четыре года от ее негатива которые были написаны всякие статьи и гадости вот от этого всего барахла избавили вы понимаете это большая рутинная работа и это письма не подготовили я передал константину и константин поблагодарил он сказал да я получил письмо теперь мы с команды будем это рассматривать что я хочу сказать если у вас есть идея идея которая может принести пользу для компании войдет в развитие это же это круто просто делитесь у меня например еще одна идейка такая возникла примеру у меня много ребят допустим в стране моей литве там есть такая ротация называется ротационное подключение то есть человек утром проснулся утром проснулся и решил он не идти на работу да по найму решил стать миллионером как я что он делает он заходит и ищет где же как же заработать сегодня у нас находит в онлайф о интересно дай-ка я зарегистрируюсь в онлайф он регистрируется в онлайф и попадает автоматом ко мне то есть система его подключать именно ко мне но как только он подключился я предлагаю компании допустим идея такая чтобы письмо от меня сразу шло к нему приветствую тебя новый партнер меня так зовут а вот ты подстанется ко мне и готов тебе помочь звони по такому-то телефон то есть это получается общаться такой интерактив сразу моментально и человек сразу видела на письмо пришло и он сразу может писать и связываться с моими получив контактные данные вот пожалуйста вот идея такая потому что там иногда не пишут привет не знаю что делать как что чего и ты не всегда замечаешь это письмо иногда в работе когда летаешь а тут сразу вот еще хотел сказать ребята смотрите я не буду перебывать обе бег потому что сам сижу слушаю впитываю каждое слово то что говорит обе без скажи мне пожалуйста как это отразится наше появление на рынке на других альткоина которых сегодня уже насчитываться более 2000 где-то примерно насколько я знаю правда это неправда как это может отразиться на и вот твое видение понимание то есть больше альткоинов будет исчезать действительно больше альткоина будет исчезать какие-то будет падать цене но тем не менее да какие-то альткоины конечно останутся потому что со своей инфраструктуры экосистемой они смогут прожить и доказать что их не бизнес работает но 90 процентов альткоин просто исчезнут и за ненадобностью да 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 и 2018 года мы увидим совершенно абсолютно новый виток развития на сфере криптовалют и вы знаете на самом деле вот для многих крипто анархистов вообще если понимать на крипто анархисты те которые говорят bitcoin будет 50 тысяч bitcoin будет миллион долларов вперед 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 а вообще подпитывают bitcoin это хомячки обыватели которые ведутся на эти крипто анархистов а вот эти крипто анархисты вообще смотрит на white paper сатоши накамото то есть когда он написал про это там называется peer-to-peer electronic cash то есть человек человеку электронный кэш на самом деле теперь что чтобы я хотел отметить то что биткоин остальные альткоины стали больше как акции заметили да как золото как акции ценные бумаги да 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 именно ванкойн ванкойн остался единственным последователем white paper сатоши накамото точно это серьезно говорю действительно ванкойн единственный последователь white paper сатоши накамото так значит это мы самые молодец уже как она молодец как она увидела все это поняла и внедрила просто ну без на гений 200 айки у меня там говорили да я мало что понимаешь что такое но это действительно удивительно